Существуют ли необъяснимые и потусторонние события вокруг нас? Или это просто наше воображение и фантазия? Тоже было дело на севере. Гуляя зимой по городку, время было очень позднее, и вокруг была тишайшая тишина. Увидел из ночного неба вниз устремились два снопа огня. Света! Примерно как от прожектора. Они осветили ночной городок по приличному радиусу, потом этот луч перекинулся на сопки, осветил базу и подводные лодки, и исчез. Все это было в полнейшей тишине. Про иной лод тогда никто не думал. На тему летучих лет 15 назад все во дворе несколько часов наблюдали висящий высоко в небе квадратный объект белого цвета. Потом от него отделился маленький, круглый, покрутился, пропал. Наблюдал, а как потом узнал, полгорода. Лет семь назад в деревне стою на высотке. Внизу большак, дорога. Смеркается. Видно, дорога пустая, машин нет. Не трасса, грунтовка. Смотрю, над дорогой движется светящийся шар. Думал сперва, свет фар. Пригляделся, но нет машины. Просто шар летит по дороге между столбами. Пролетел метров 150, потом исчез. Я отвернулся, на несколько секунд поворачиваюсь, его нет. Под конец пути двигался неровно, рывками вверх-вниз. Или шаровая, или что-то еще. В далекие советские времена, когда деньги были еще деньгами, в свободное от работы время посылали нас на охрану самолета-кукурузника, который обрабатывал поля химикатами. Дежурства были обычно спокойными и платили за них 25 рублей. По тем временам, довольно хорошие деньги за одну ночь. Аэродром – маленькая бетонированная площадка с вагончиком. Окружающие деревни расположены на горках, в километре двух от аэродрома. Там, в деревне, и жил летный состав. Для несения службы нам выдавали АКС-762 и полный боекомплект. Около двух часов ночи я начал очередной обход. Прошел по аэродрому и начал обходить самолет. Ночь была тихая, на небе сияли звезды, и я, положив руки на АКС-762 и висевший на шее, засмотрелся на ночное небо. Неожиданно, из-за моей спины на небе появился черный шар, размером по высоте с пятиэтажный дом. Дальше происходило, как в замедленном кино. В голове проносятся мысли. Готовятся к бою, и тут же в мозгу звучит чужой голос. «Не надо стрелять!» И эта громадина, отсвечивая странным стальным вороненым светом, резко продолжает движение и мгновенно пропадает из вида. А где-то через месяц мне в руки попала газета «Аномалия», в которой была фотография черного шара, пролетавшего в Ленинградской области, и указана дата. Фото было сделано на большом расстоянии и не передавало истинных размеров шара, а число совпадало с моим дежурством. Босния. Декабрь, днёс второго года. Наша группа заночевала в районе гидроэлектростанции под Вышеградом. Мы удивились, что сербы ночевали под открытым небом или у костров, хотя рядом стояла вполне приличная и тёплая бытовка-вагончик с койками и всеми удобствами, в том числе электричеством. Вдвоём с Эдиком наш командир залезли туда. Спать оказалось невозможно. Вместо сна тяжёлый бред, сплошные галлюцинации, как будто под себя кто-то бегает, образы, жуткий необъяснимый страх, холодный пот. Всё в комплексе. Два раза просыпались одновременно оба. Ложили снова без толку, одно и то же. Ушли спать к костру. Только утром нам сербы объяснили, что вагончик стоит как раз над тоннелем, где несколько месяцев назад мусульмане расстреляли около ста местных сербов. И недалеко от места, куда потом сербы сбрасывали в дрину уже сотни мусульман. У нас был тогда сухой закон, кстати. Эдик четыре года воевал в Афгане. Впоследствии ещё не раз сталкивался я с такими вещами. Был со мной случай. С женой вечером шли мимо церкви в дальнем углу Подмосковья. Чётко слышали красивые церковные песнопения. Думали зайти на службу, но облом. Кругом не души. Церковь закрыта. Место древнее. Церковь эту жгли. Поляки, французы, немцы разоряли. Был день всех святых в земле российской просиявших. Лет в шесть ещё до школы лазили на чердак играть. Умерла в доме старая бабка. Татарка или казашка. Я помню, всё сидела у подъезда и таращилась в пространство. На русском не говорила. Всё бормотало что-то. Мы её боялись. Ну вот, забираясь на чердак, я заглянул вовнутрь и увидел старуху в чёрном платье. Но без ног. Она как парила в воздухе. А лицо как белой тканью затянуто. Только провалы на глазах и рте. И я слетел по лестнице, так рванул от дома, что меня еле догнали. Больше на чердак я тут не лазил. А лет десять назад ехал в отпуск и поругался с соседом. Снимали мы разные комнаты в одной квартире. Он меня выживал потихоньку. Он ляпнул, что я не вернусь. А я сказал, что к нему вернётся то, что мне он пожелал. Уехал, а дней через пять мне позвонили из милиции и интересовались, когда я его видел в последний раз. Короче, он пропал. Я вернулся. Дверь опечатана. Пошёл в милицию. Ко мне претензий не было, ибо после моего отъезда его видели живым. Совесть меня мучила. И вот как-то ночью проснулся я от того, что кто-то вошёл в комнату. А дверь я всегда закрываю. Не люблю открытых дверей. И в слабом свете электрического обогревателя я увидел своего соседа в образе утопленника. Он направлялся ко мне. Такого ужаса я никогда не испытывал. Я попытался перекреститься, хотя и не крещён. Вот когда у меня это получилось, он постоял и ушёл. До утра я сидел с включенным светом и держал в руках икону, которую мне мама подарила. Решил, что приснилось. А через пару дней меня опять вызвали в милицию и попросили опознать по фотографии тела соседа. Его выловили в море. Опознал. Так что меня никто не убедит в том, что мир грубо материален и нет ничего непонятного и необъяснимого. Да, я не наркоман. Пью крайне умеренно. Белок не ловил.